Так, ну что, ребят, долгожданный обзор рынка криптовалют, соответственно, на текущем этапе, как мы видим, у нас, соответственно, сезон индекс находится на уровне 12, ну, какой-то отскок у нас получился по месячному 18, а по годовому 31, но, опять-таки, это всего лишь отскок, и, в принципе, вот это вот двойное дно может нам показать еще одно дно, поэтому не надо, скажем так, обольщаться и думать, что это все уже закончено по биткоину на снижение, но я напоминаю также, что у нас образовался гэп, если кто не видел, давайте покажем, ну, здесь, может быть, это одной свечой закрыть и дальше продолжить консультацию. Просолидироваться в боковике, пока что вялое очень снижение, если посмотреть, что у нас происходит дальше, давайте по поводу эфира. Эфир тоже самое, держится ровно так же, как и биток, вот это ликвидность, я предупреждал, что будут собирать, далее у нас в чем получается XRP, давайте, блин, ничего по XRP, то же самое, находится в боковике, вот эти лонги у нас побыли, но это далеко не конец, давайте глянем по оде кардана, что у нас происходит. По оде кардана тоже сильное снижение довольно-таки выкупили, собрали стопы, пока что отскок вот этому трехдневному даже, да, даже тут недельное падение, если не брать в расчет эти отскоки, но, в принципе, пока что все выглядит вот так вот не очень радужно для альтов, и, в принципе, снижение может продолжиться. По XL ему то же самое, ну, давайте глянем что-то, по альтам, по типу биткоин кэш, биткоин кэш продолжает снижаться, тоже красные свитчи, многие, конечно же, на этом пугаются, но, прежде-таки, пугаться этого не надо, вот у нас XRP обновил все возможные минимумы, что у него только были, и продолжает обновлять, хотя я об этом предупреждал, что это неизбежно, но многие говорили, да нет, все уже окончено, вот по Dash, ну, я не считаю, что Dash Scam, потому что, как видим, Dash, кстати, обновляет тоже все возможные минимумы, которые у него были, вот у нас уровень финальный вот этот был, мы его пробили, и тут дальше пустота, поэтому тут мы укатываться можем хоть до бесконечности хоть до нуля, ну, условно говоря, я утрегиваю, конечно, но вы поняли, вот, по поводу Monero, то же самое, кстати, выкупили, но тут сквиз был всего лишь до, получается, 120, 126 долларов, вот, по поводу остальных монет, давайте глянем, не старичков, что тут еще, Neo Qtum, по поводу Neo, то же самое, здесь у нас находится на снижающейся такой фазе, по поводу Qtum, то же самое, вот это все, ликвидность мы сходили, уже собрали, далее, что там еще, мать, по поводу матика, я предупреждал, что вот это все выборется, кстати, наконец-то уже свозили по вот этим, стопам, которые вот здесь стояли, я предупреждал, что это неизбежно, но многие блогеры, которые там, лютые быки, там, bullrunner, да, они, конечно же, говорят, что бычья орали, там, все дела, 19-й год, но, опять-таки, когда номинация битка пропала наверх, то, и, соответственно, начались ликвидации логов, то ли там стало не сладко, и вот эта вся ликвидность, она соберется и собралась, о чем я и предупреждал, но и, в принципе, это еще не конец, матьик может сходить хоть до вот этих отметок, поэтому вы тут не обращайтесь, и можно сходить еще хоть-чуть сюда, поэтому имейте это в виду, вот, по поводу остальных монет, что у нас еще осталось, напишите обязательно в климент, какую монету вы хотите, чтобы я рассмотрел в следующем обзоре, может быть, его поскорее сделаю, вот, по поводу данной, получается, у нас, соответственно, ситуации, что у нас происходит, давайте глянем, то есть, здесь у нас выходит по доге тоже снижение, то есть, здесь был сквиз, но, как мы видим, красные свечи продолжаются по шибе, то же самое, то есть, и вот эта ликвидность, она вся собирается, то есть, за всеми стопами сходят, если захотят, поэтому тут не надо обращаться, и думаю, что этого не будет по салоне, в принципе, предупреждал, что да, тут накопление, но вот это накопление, это могла быть просто длительная такая разгрузка, когда вот здесь они накопили, ну и здесь они решили разгрузиться, либо показать такую замануху, типа, вот у нас якобы накопление, ну, а по факту это не так. По поводу лайткоин, ну, то есть, снижение продолжается, но, естественно, нам нужно сходить, собрать еще вот эти вот стопы по лангам, и, соответственно, я ожидал лайткоин, чтобы начинать закупаться от 60 баксов, а то от 50 и ниже, вот, кто закупается раньше, но я считаю, вы слишком торопитесь на текущем этапе. По поводу линк, линк тоже многие ждали наверх, потому что накопление нокиты, как мне показали обманочку, поэтому вы свозили всех по стопам, и, в принципе, тут еще падать есть куда вообще запасно, то есть, упасть до 2 долларов, это вообще в легкую, я считаю, потому что там тоже немеряно стопов, и, соответственно, люди начнут на этом фоне паниковать. Воду только дота, то же самое, многие говорили, торопились, надо вот здесь закупаться, все там по 7 баксов, чуть ли не сразу улетаем, ну, опять же таки, я говорил, что этого не будет, и, в принципе, упасть обратно там на те же 3-4 доллара, и обновить минимумы, это более чем реально. По поводу, давайте, остальных экосистемных проектов, да, как многие говорят, ну, в принципе, вернулись туда, откуда и стартанули, о чем я и предупреждал, и говорил изначально, что по-любому это неизбежно, мы вернулись к отметкам, вот, май-июнь 2021 года, когда у нас была мощная коррекция, и упасть, в принципе, еще ниже, это более чем реально. По поводу Элоронда, то же самое, вот здесь, я говорю, что сходить сюда тоже возможно, то же самое, ну, то есть, видите, все монеты круто, якобы скамятся, вот такие красные свечи идут, непонятные, и когда это закончится, тоже неясно. Вот, по поводу Фантома, то же самое, вернулись практически к тем отметкам, откуда и стартанули, алгоренд тут вообще уже 10-е дно у нас обновляет, давайте глянем, вот у нас марк 2020 года, и он продолжает дальше двигаться вниз, потому что впереди у нас что? Впереди пустота. Вот, по поводу BNB, давайте глянем, многие BNB переживают, думаю, что там чуть ли не скам, но, опять-таки, вероятность этого низкая, просто здесь решили очень мощно побыть лонги, и вот эта вся формация, я предупреждал, что она будет сломана, и, конечно же, ну, киты не оставят без внимания лонгистов, потому что, ну, это очень смешно, потому что лонгов набрано было на, считай, там, 3 миллиарда, потом 2,5 миллиарда, да, а что-то шартов там 200-300 миллионов, ну, и вы думаете, их не будут брить, они, я говорю, в любой момент могут свернуть эту лавочку и развернуть цену вниз, вот, ну, в принципе, как и произошло, поэтому, по итогу, можем ли мы закрыть гэп, а потом еще снизится, ну, на 35 тысяч, ну, можем, но, опять-таки, как мы видим, они решили сделать это раньше, когда никто этого не ждал, особенно блогеры-хомяки, которые вообще нихера не собирают, что на рынке может произойти все, что угодно, они живут своими какими-то влажными фантазиями и разумными соплями, да, и думают, что вот они будут, ну, рынок будет вести себя так, как они захотят и будет устраиваться под их хотелки, да не будет этого, ребят, халявы нет, поэтому тут нужно смотреть адекватно на ситуацию, если посмотреть вот здесь вот, то мы наблюдаем, соответственно, снижение, и оно еще, возможно, вплоть до 120 долларов, но если вообще взять очень жесткое снижение, это вплоть до 40, поэтому многие считают, что, кстати, мне, напомню, по-моему, сон снился, что там BNB чуть ли не до 15 долларов, снизился, но не знаю, возможно ли это 15 баксов, ну, давайте глянем, опять же таки, я не думаю, что это мои вещи свои, ну, если 15 баксов, кстати, вполне реально и более чем, поэтому я не думаю, что прям дадут такие отметки, ну, в принципе, дать 120 долларов или там 70 или 40 долларов, это более чем, ну, посмотрим, то есть будем смотреть, как будут удерживать цену, опять же таки, возле ключевой отметки 200 баксов, как обычно, ну, и, в принципе, как я говорил, 250 долларов и ниже можно закупать, но, опять же таки, если мы видим, что здесь у нас продолжаются вот такие вот падающие ножи, да, и укатывание цены, я сейчас не тороплюсь и максимально наблюдаю за тем, что происходит если интересует более подробная рекомендация это все в закрытом клубе, вот по поводу остальных экосистем, да, там атома, ну то есть он показывает у нас отскок, кстати, сильнее рынка на текущем этапе, но в целом вернулся также к тем отметкам, где он и был но это не значит, что это уже конец, да, мы тут уперлись в уровень прям четенько в 7 долларов но, опять же таки, я не считаю, что это будет конец, потому что когда биток может начать снижение еще ниже, да, и доминация будет расти, то все закончится, по поводу там арбитрума, в принципе, я тоже предупреждал, что еще нифига не закончилось, многие там ждали тот же автос по 100 баксов, ну и что дождались, по итогу я говорю, что даже и 50 долларов могут не дать, и даже 30 ну и в принципе, как видим, продолжается снижение и тут еще есть куда падать, то есть как минимум вот сюда, вот сюда и соответственно, многие, конечно, тогда смеялись, говорили вот это не понимаешь, мы сейчас купим там по 20 скинем по 100, ну и что, скинули, вот поэтому, ну и соответственно, наивные хомяки блогеры, которые, конечно же, говорят людям то, что они хотят слышать, и по итогу засадили людей на хаяк, ну, люди сами выбирают, что им делать, ну, условно говоря да, скажем так, косвенно, вот по поводу трона, тут был какой-то отскок, я не знаю, с чем он связан, там какая-то активность сети, видимо повысилась, ну и соответственно, мы выстрелили спустя 8 месяцев, мы росли, и здесь у нас был отскок практически на 2x, а сейчас у нас продолжается снижение и бритья на лонгов и в принципе, по поводу остальных монет, что у нас еще нерв протокол, нерв протокол вообще спустился ниже вот этих отметок, поэтому какие-то монеты, ну, Атом Космос, не знаю, с чем это связано, что он сильнее рынка, может там какие-то новости может еще что-то, ну, опять же таки значения не имеет и тот же нерв у нас обновил минимум, хотя многие говорили, да, ну не, все, уже там ниже 6 долларов не будет, там и так далее, хотя мы уже сходили ниже доллара практически, ну то есть и тут еще есть куда падать до 06 это вполне и более чем поэтому по поводу вот этого фонаментала ребята, это такие же альткоины, поэтому не надо тут питать иллюзии, по файлкоину меня часто спрашивали, то есть тут тоже есть куда падать, как минимум, и вот это вот минимум, который у нас был, самый жесткий, то есть и здесь однозначно мы можем еще упасть ну, давайте глянем, вот здесь вот, если полный график взять, то соответственно здесь, вот это у нас такое падение к вот этим точкам, где мы были, получается, в восемнадцатом году на медвежке и еще есть куда падать, чтобы поднимали, поэтому и вот эти сквизы, вот эти большие свечи могут не иметь никакое значение, почему? Потому что, ну, давайте банально открывать XRP если кто не понимает, о чем H, вот смотрите здесь тоже были такие большие свечи, вот то же самое, вот одной свечой мы могли там сходить давайте глянем, насколько она, минус там 35%, то есть и что и потом после этого мы сходили еще ниже, мы сходили от этих минус 35% отсюда, если брать, да, то есть еще минус 60 практически, поэтому вот эти большие свечи, то, что многие думают, что там люто закупаться и торопиться, то, ну, это очень опробечиво так думать и лучше конечно же воздержаться и подождать ну, в принципе, по поводу остальных монет я вроде бы все сказал ну, давайте граф глянем, многие спрашивали сейчас я посмотрю по комментам, что еще что-то спрашивали по вот этим монетам тоже вот снижение продолжается, один инч тоже очень жестко упал и обновил все возможные минимумы, которые только можно обновить, получается у нас идут какие-то отскоки, но, в принципе, падение пока что еще не закончено на вялых объемах я предупреждал, что после такой пониженной волатильности очень вероятно сильное движение, но, опять-таки, многие думали, что оно будет краткосрочное но, как минимум, нифига, по поводу CUE тоже укатывается, то есть я говорил, проект SRA, еще нет смысла торопиться и заходить в них, многие залетали тоже в оптимизм потому что многие блогеры-хомяки, конечно же, на хаях вот здесь вот говорили, что сейчас мы там улетим на 3, на 5, на 10 долларов ну, опять-таки, какие 5-10 долларов опять-таки, тут видно было, что вырисовываются у нас головоплечья это первое, даже тут два раза их вырисовали, показали то есть обновляющиеся минимумы максимумы, и после этого уже можно было ну, то есть ретесты тут были, и после этого видно, что цены выше не пускают, здесь затухала волатильность, пробили и улетели вниз поэтому тут формация довольно-таки банальная и предсказуемая была, тут тупо была разгрузка позиции, ну, хотя многие блогеры говорили, что не, это до набора, там и так далее, сейчас полетим выше но мы же прекрасно понимаем, что нифига выше мы не полетели, есть еще куда падать, поэтому, как минимум, уже вернулись к тем отметкам, откуда и стартанули, я об этом уже толпычу, я не знаю, всю весну и, наверное, с зимы еще, чтобы мы однозначно пойдем к тем отметкам, откуда мы и стартовали, вот и все по поводу LDO, ну, пока что удерживают так, ну, сделать по монетам с Binance это более подробно я даю в закрытом кубе, если интересно прямо аналитика, какие монеты закупать это все будет, опять же таки вот, и, соответственно, по поводу плана на 12 тысяч, ну, как такового уровня там нету, там есть уровень 12, у нас получается 700, локальный, но опять же таки, я прождал бы снижение к десятке а то и ниже, то есть там геп еще на 9 700, по поводу, алга по 9 центов сушим 50 центов, да, кстати, давайте глянем суши Uniswap, многие тоже спрашивали за них, что по ним, то есть, то же самое вернулись к тем отметкам, откуда я стекла, даже чуть ниже, ну и, в принципе, я об этом тоже упоминал, говорил, что надо подождать но многие торопились, вот суши смотрите, вообще суши улетела очень жестко и, смотрите, вернулась вообще к отметкам 20-го года, офигеть просто и после этого, вот, да, тут было накопление, а какие-то накапливают, никто ж не спорит, но после этого, как минимум, накопление накопление, но потом, бам, цену укатывает то есть, даже вот здесь вот было видно, что вышиться найти не готово, многие, может быть, ждали какого-то пробоя, типа, как шартовая модель да, то есть, что здесь вынесут стопы и мы полетим ну, они выносили до этого, вот здесь вот был вынос, и вот здесь был вынос, но Ну, после этого, как видим, все равно пошло у нас снижение, которое было, в принципе, неизбежно. Ну, и готовы еще ниже идти, понимаете? Вот самое, что есть интересное по поводу, кстати, кейка. Многие тоже спрашивали, что там скам, не скам. Я не считаю, что скам. Опять же таки, да, они там какую-то херню сделали по поводу стейкинга. Но, в целом, монета, я считаю, перспективная. Она бычки может себе показать. Но риск, конечно, повысился по ней. По поводу остальных монет, по поводу разборов, стрим будет как только так сразу. Я сделаю оповещение, если что, в Телеграме. Поэтому вписывайтесь. Вот, по поводу ценных бумаг. Я уже говорю, что это все, конечно же, вброс и фат. Ну, и, соответственно, я считаю, можно и нужно набирать данные монеты. Единственное, нужно понимать, что лучше раскидать их по разным кошелькам, либо разным биржам, если вы не хотите на кошельках. Ну, поэтому должна быть диверсификация в плане хранения, в плане сетей, в каких вы храните, в плане стейблов. Ну, стейблы, там, наличка BUSD и USDT на текущем этапе, потому что остальные под вопросом. Вот, по поводу Booker, кстати, да, тоже монета у нас DEX, да, децентрализованной площадки. Как видим, тоже снижение. И было видно, что у нас тоже минимум и максимум обновляются. Появились здесь всевозможные all-time low, да, то есть всевозможные минимальные значения. И после этого цена, естественно, начала укатываться очень жестко вниз. Вот, по поводу остальных моментов, давайте глянем, что там еще. Эфир-классик, да, кстати, эфир-классик, как я за него мог забыть. Давайте посмотрим то же самое. Здесь у нас было с квизом снижение вплоть до, получается, сколько тут, 12 с половиной долларов, да. И вот здесь вот, откуда мы стартанули, туда и пришли. Хотя многие вот здесь вот, я помню, еще в августе, да, там, в июле торопились, говорили, блин, может, стоит купить нам по 30-40 долларов. Я говорю, ребят, подождите коррекции, как минимум хотя бы, ну, к 30 долларам, а то и к 20. И мы еще можем вернуться к тем отметкам, откуда стартовали. Ну, в принципе, мы вернулись, и мы можем еще ниже, понимаете, когда доминация может попереть наверх, и вот у нас доминация льтов, она ослабевает. Вот, давайте я вам покажу. Соответственно, вот, доминация льтов ослабевает, доминация битка у нас продолжает расти. Вот, и доминация эфира в том числе. Я предупреждал, многие ждали 19-й год, ну, вот, добро пожаловать в 19-й год, соответственно, когда у нас доминация начала расти до 60-70%, ну, и представьте, что будет с альтой на этом этапе, потому что капитал перельется в нее. Вот, по поводу джекти, в принципе, сказал, сходили на 40 тысяч, но я об этом предупреждал, что многие там и на 50 ждали, и сказали, что ты олух, там, дебил, не понимаешь ничего, ну, как бы, в принципе, да, ничего не понимаю. Вот, поэтому по поводу, что у нас еще, ID у меня спросили, по поводу ID тоже новая монета, ну, то есть сырая, я об этом предупреждал, да, тут накопление было, выставил, но, опять же-таки, тоже тут бы не торопился. Кстати, многие спрашивали за C-98, давайте глянем по ней, у нас то же самое сейчас идет укатывание, плюс там разлоки, имейте в виду, укатывается она жестко из-за разлоков, плюс монета, соответственно, еще разработки продолжаются, я слежу, в Телеграме каждый день выходят новости, но, в принципе, сейчас ESP, не знаю, что за монета, может, ICP имелось в виду, да, ESP, ESP, монета, ну, не знаю, такой себе график, монета щитковая, опять же-таки, на шару, может быть, и выстрелит, но, я бы не лез бы, если ICP, раз мы уже упомянули, то, соответственно, здесь разлоки ранних инвесторов, могут они еще зафиксироваться, ну, и пришли к тем же отметкам, откуда есть так на нулю, в принципе, о чем я предупреждал, здесь тоже у нас была такая, как голова-плечья, здесь повторная эта формация, только более кривая, и, соответственно, вот у нас, как мы видели, соответственно, обновлялись максимумы и минимумы. Далее, что еще, получается, по поводу Пепи, ну, это уже ушедший поезд, я об этом предупреждал, что данная монета, она себя уже отыграла, хотя многие питают до сих пор иллюзии, надеются, что она там, может, себя как-то покажет или еще что-то, но я не знаю, ребят, она уже дала и так фиговую тучу иксов, то есть, если посмотреть, давайте глянем, сколько она здесь дала, здесь можно было заработать тысячи процентов, и я не знаю, на что там люди надеются еще, что она повторно покажет такой же рост, ну, как мы видим, тут идет дальше разгрузка, те, кто покупал на более ранних стадиях, на пресейле или еще что-то. Вот, Dash Bitcoin Cash я уже показал. По поводу Anthology, да, кстати, Anthology очень недооцененная монета, тоже многие за нее забывают, давайте глянем, по поводу Anthology тоже пришла к тем отметкам, где и была, вот, поэтому, в принципе, обновила, кстати, всевозможные минимумы, сходила ниже отметок марта 20-го года, вот, и вот здесь также она пришла к тем же отметкам, где и была здесь, собрала стопы, ну, посмотрим, выкупят, удержат этот уровень, либо нет, 16 центов, но пока что выглядит все не очень. Вот, по поводу остальных моментов, как катали дутые активы, и, соответственно, при этом XRP у нас выглядит побольше, ну, это пока что, пока что, не нужно эти иллюзии, что все. Вот, по поводу Yellow, Illusion, тоже многие спрашивали за эту монету, ну, давайте глянем, что к ней, соответственно, может ли себя показать, может, но, опять же, потому что я вижу ее жестко укатывает, те, кто захотел заработать, заработали либо на преселе, когда была бычка, да, либо, соответственно, может быть, как-то она возродится, но пока что все выглядит очень печально, и она обновляет всевозможные минимумы, что только можно, ну, вы скажете, все альты сейчас такое делают, но она выглядит действительно очень так, как какой-то щиток, который просто укатывает вот так вот вниз, никому он не нужен, ну, вот, как, допустим, можно сравнить, че многие за нее топят, многие считают, что вот там перспектива есть, там все дела, но как минимум здесь тоже и стопы собрали, и, соответственно, тоже тут типа голова-плечи что-то было, вот здесь вот такие вот, ну, соответственно, какие-то формации, и после этого мы укатались дальше вниз, вот, поэтому тут я не обольщался, и, соответственно, ожидал бы какого-то хорошее движение, вот, после того, как у нас начнется бучеринок, ну, я имею в виду пальтам пачи, а я, естественно, ничего не жду, вот, поэтому, в принципе, если какие-то монеты еще интересуют, можете написать в комментах, ну, вот, за вот эту монету тоже спрашивали, ну, опять же-таки, она себя проявляла, но я, опять же-таки, не лез бы в нее, почему, потому что она уже на хаях, если кто хотел фиксануться, можно сейчас это сделать, и как только мы пробиваем вот эту формацию, мы уже ее начинаем пробивать, то будет жесткое укатывание вниз, вот, поэтому, в принципе, такие дела по рынку, я ожидаю дальнейшего снижения, особенно по льте биток тоже, естественно, я жду обновления минимума, потому что у нас еще не закрытые гэпы и очень много несобранной ликвидности, а ликвидности много несобранной, давайте я вам покажу, у нас несобранная ликвидность вот здесь вот, да, вот эта вот, которая, естественно, набрана, то есть киты сейчас разгружаются, и, соответственно, вот здесь вот, давайте вам покажу, у нас несобранная ликвидность вплоть до здесь где-то 9 200 вот она если даже взять вот здесь вот это накопление которое нас было то соответственно у нас была отметка тут тоже 9000 если взять конкретно вот здесь соответственно здесь у нас было 9 300 9 200 ну и гэп напоминаю нас 11 200 9 700 вот поэтому в принципе еще есть куда падать есть еще куда гости на обычном рынке я жду конечно же приехали но это уже скорее всего 25 26 год когда у нас будет пик сейчас пока что будет укатывание и паника у толпы всем удачи